приветствую вас на моем втором канале все вы конечно же хорошо знаете эту замечательную физическую игрушку левитрон или магнитный волчок который может левитировать над большим кольцевым магнитом я уже неоднократно показывал эту игрушку на первом канале она мне очень нравится но к сожалению у нее есть один маленький недостаток со временем она останавливается и падает буквально вот удовольствие длится несколько минут от силы все потому что есть торможение а воздух как вы понимаете и все это портит картину меня это конечно расстраивает и я постоянно ищу способы как бы продлить вращение этого волчка на неограниченное время я даже когда-то на первом канале делал видеоролик когда этот волчок помещал в вакуум ну как бы в вакуум накрывал банкой откачивал воздух и время вращения увеличилась там то ли до 15 или 20 минут как бы чуть дольше но все равно он останавливается потому что кроме трения воздух есть еще трение магнитных полей вот нижнего магнита и того магнита который есть стоит в волчке потому что во первых эти поля невозможно как бы эти магниты на магнитике идеально вот и какое-то вот трение есть то ли токи маленькие фуко там тоже присутствует и останавливает ну короче он останавливается даже в вакууме а хотелось бы сделать так чтобы он вращался долго и вот вот этот недостаток именно трение магнитных полей была такая мысль использовать во благо то есть чтобы этим трением наоборот разгонять волчок чтобы он преодолевал потери на воздушное трение за счет вот это вот магнитного трения каким образом вот многие из вас даже мне писали уже письма с таким предложением это чтобы база нижняя вращалась вместе с самим волчком естественно в том же направлении но с большей скоростью и таким образом как бы добавляла энергию этому волчку что собственно говоря я и решил сделать и проверить будет ли вообще это работать пожалуйста не прошло и полутора минут как он остановился я сделал вот такую не сложную конструкцию сверху увидите столик такой на трех ножках это чисто для удобства чтобы не касаться вращающегося магнита а под ним находится электродвигатель от миксера я уже его показывал в ролике о магнитном нагревателе это очень хороший такой высокооборотный электродвигатель на вал которого я посадил базовый магнит самым сложным при изготовлении этой конструкции как вы понимаете было именно посадить вот этот вот магнит на двигатель таким образом и закрепить чтобы при вращении он вращался без биения без вот этих лишних вибраций и не было восьмерки в плоскости вращения потому что все это будет негативно сказываться как на воздействие на левитрон так и на всю эту платформу ее будет трясти колбасить и так далее потому что скорость вращения должна быть несколько тысяч вот этому я определил максимум внимания и к счастью мне удалось сделать очень очень качественно совместить эти две детали я потом поднесу камеру и покажу вам как он вращается мне самому даже понравилось я не ожидал что так удачно получится и что касается самих вот оборотов вращения я брал вот этот вот волчок запускал его и при помощи тахометра лазерного замерял скорость его вращения так вот в момент запуска когда он завис его скорость была в среднем 1500 оборотов в минуту потом в течение полутора минут а он вращается в принципе около полутора минут не более скорость падает на 300 оборотов в минуту до 1200 то есть вот за полторы минуты 300 оборотов в принципе довольно таки приличное падение и торможение воздух а все потому что этот волчок вот обратите внимание он достаточно массивный здесь есть кроме самого магнита и латунное кольцо и медные шайбы навешаны а все почему потому что этому волчку требуется значительная масса чтобы удержаться в зоне левитации почему потому что я использую для базы довольно таки маленького диаметра магнит всего восемьдесят шесть миллиметров по моему вот с внутренним диаметром 35 миллиметров это очень узенькие магниты поэтому во первых сложно над таким магнитом волчок сам по себе запустить надо очень точно все выставлять и нужно волчок делать более тяжелым чтобы его посадить в зону левитации она ну когда магнит маленький он сильно отталкивает волчок вот я об этом уже когда-то рассказывал то есть вот такой вот нюанс ну и что о чем это нам должно сказать о том что вращать нижний магнит со скоростью например 1500 оборотов в минуту уже как бы смысла не имеет это скорость собственно говоря вращение этого волчка поэтому скорость должна была быть больше и естественно я вот начинал пробовать все конь ну начал с 1500 он падает и постепенно эту скорость поднимал и чтобы вас ну не мучить этими экспериментами не показывать в этом как бы практической ценности никакой нет я скажу сразу что эффект долговременного удержания волчка начал проявляться на скорости вращения базы начиная с четырех четырех с половиной тысяч оборотов представьте то есть довольно таки такая приличная скорость вот на этой скорости нужно было сделать вращение этой базы такое равномерное без биение без вибрации вот сейчас я запущу эту всю установку уже сразу на этой скорости что минуя все эти подходы чтобы вы просто увидели эффект я думаю это самое ценное самое интересное здесь сам двигатель я включаю не напрямую в розетку а через латер и могу постепенно повышать его обороты тем самым сейчас я помогу ему стартануть вот вот так он разгоняется есть вибрация на низких оборотах но это видимо и приходит в резонанс вот эта банка которую я нашел чтобы подставить но потом с набором частоты вращения все вибрация проходит так еще чуть-чуть моргает свет почему-то непонятно так переходим к запуску это дело непростое как я говорил может улететь ну-ка ну вот пожалуйста так таймер 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 забыл про таймер запустить таймер запустить ёлки ну примерно хотя бы так более-менее так и я вам сейчас покажу сразу как вращается мотор не отходя от кассы чтобы вы не подумали что я вас обманываю что не крутится двигатель все крутится и все летает я боялся что вращение самого двигателя это вращение точнее магнита внизу не позволит ли витрону летать но слава богу все летает так таймер работает ну будем следить понемногу ну вот прошло уже 6 почти 7 минут полет нормальный смотрите как вращается диск никакого биения идеально отлично продолжаем наблюдать ну что прошло уже практически 20 минут не вижу смысла как бы продолжать этот эксперимент дольше все работает и сейчас я наверно буду постепенно останавливать двигатель но предварительно возьму наверно подложу пластик чтобы не ударился на всякий случай магнит а базу вот так вот вот так вот резко он почему-то упал а должен был бы парить но упал но двигатель стоит непонятный эффект но все равно то что можно продлить вращение волчка вот таким способом это факт ну что вот такой вот простенький эксперимент никакой конечно особой практической ценности в нем нет мне было просто интересно чисто для себя проверить будет ли этот волчок вообще хотя бы даже висеть над вращающейся базой потому что уже одно это было непонятно будет или нет а тут он еще и продолжает свое вращение я где-то до получаса его гонял в принципе все висит я не вижу смысла сейчас это делать дольше мне даже просто жалко двигатель хотя он и не особо и греется ну тем не менее думаю кому-то может быть это будет полезно кого-то может быть наведет на какие-то мысли пишите мне тогда в комментариях а если будут какие-то конкретные предложения по эксперименту еще на продолжение вот этого всего то пишите лучше мне на почту она указана в описании под роликом вот потому что иногда я комментарий не успеваю просто вовремя читать ну пока все тогда давайте до следующего интересного эксперимента и